МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Анастасия Квардитская. Выпуски вы увидите. Особое внимание. Обращение жителей, поступившие в муниципальный ЦУР, на контроле. За водную реабилитацию. Ивантеевские водоёмы нуждаются в поддержке голосами. Культурный гид по Ивантеевке. Онлайн-экскурсии по Краевеческому музею. Об этих и других новостях прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельно руководство города рассматривает обращения, поступившие в муниципальный Центр управления регионом. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов провёл выездной разбор обращений от жителей одного из домов по улице Хлебозаводской. Подняться по этой лестнице – как забраться в гору. А для мам с колясками – и вовсе не посильная задача. Застройщик фирма «Экострит» не обеспечил пандусом ни стационарным, ни электрическим. Пятый подъезд. Дома номер два по улице Хлебозаводской. С июня мы просили застройщика сделать хоть что-то, потому что у меня маленький ребёнок. Выйти, зайти без посторонней помощи я просто не могу. Все наши просьбы застройщик игнорирует. И никаких результатов нет. Вот сейчас ноябрь месяц, и в итоге ничего. Он постоянно обещает, пишет гарантийные письма, но как бы нам от этого просто не легче. Мы уже не знаем просто, куда обратиться. Вот решили в администрацию написать. Ситуацией разбирается глава города Максим Красноцветов. Перед застройщиком он ставит задачу – решить вопрос в ближайшее время. В частности, подготовить проектно-сметную документацию и до конца 2020 года установить у входа в пятый подъезд электрический подъёмник. Жители соседнего дома, 12-го, обратились в администрацию с просьбой организовать во дворе каток. Городское руководство также обещает решить этот вопрос. Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днём». На портале «Добродел» проходит опрос по расчистке водных объектов Подмосковья. Путём народного голосования определится, какие объекты будут включены в государственную программу Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», действующую до 2026 года. В списке представлены в том числе реки Уча и Скалба, которые протекают на территории Ивантеевки. Жители города часто в соцсетях обращаются с призывом уделить внимание нашим водоёмам и очистить их от ила, донного мусора, остатков веток деревьев, кустарников. Это своего рода реабилитация водного объекта. По активности жителей будут расставлены приоритеты в очистке водных объектов. Всего в списке 19 водоёмов. Жители города активно выбирают Учу, но этого недостаточно. Разрыв с лидерами голосования на пятницу составляет более 300 голосов. Опрос доступен на сайте «Добродел». Ссылку вы видите на экране. Для того, чтобы проголосовать за любимые Ивантеевские реки, осталось всего несколько дней. Голосование завершится в это воскресенье, 15 ноября. Новый год без массовых торжеств. В столице шутят, что Гринч украл Рождество и Новый год в Москве и области, поскольку из-за пандемии жители региона призвали оставаться в новогоднюю ночь дома. Напомним, в Подмосковье продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение картины галерей и музеев. Ивантеевское телевидение сейчас работает над циклом видеоэкскурсий для жителей. Согласно постановлению губернатора региона, музеи в Подмосковье закрыты до 22 ноября. Ивантеевский, историко-краеведческий музей и городское телевидение приглашают на видеоэкскурсии в прошлое Ивантеевки. Их проведет для вас научный сотрудник музея Зоя Золотова. В первом выпуске вы узнаете об истории Ивантеевки с того момента, как здесь появились первые люди, а затем была построена бумажная мельница. В середине XVI века Иван Грозный повелел своим указом создать в селе Ивантеево первую в России бумажную мельницу. А вот это макет той бумажной мельницы, которая была на реке Уче. Впоследствии она прекратила здесь существование. Ивантеевский историко-краеведческий музей основан в 1992 году. Часть экспонатов передана из Народного музея, который работал в городе с 1960-х годов. Сейчас в фондах насчитывается более 26 тысяч экспонатов. В музее представлено около 5 тысяч экспонатов. Остальные находятся в запасниках. В 1880 году в село Ивантеево приехала Екатерина Трубникова. Она была основоположницей образования в Ивантеевке. В селе Ивантеево в 2013 году была открыта красная школа, которая потом стала первой школой. В общем, красное здание так и сохранялось, но на его месте сейчас построены современные. В этом выпуске видеоэкскурсии также о лыжине и создании городских фабрик, строительстве храмов, о развитии городского здравоохранения и преобразовании села в город. Отдельно будут записаны видеоблоки по залам, посвященным советскому периоду в истории города и Великой Отечественной войне. Тем более, этот год – 75-летие Победы. Анна Пыльцин, Антон Рябов, Анна Белова и ТВ И о погоде. Завтра наслаждаемся пятницей со знаком «плюс». Воздух днем 13 ноября прогреется до 2 градусов тепла. Будет облачно. А в выходные погода перейдет на минус. Заморски ожидаются и днем, и ночью. На этом у меня все новости на сегодня. А я, Анастасия Квардицкая, прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok